Для меня выходили несколько раз, такой Таркозмичок, Руслан. Ну и выходили, ночью я потихоньку говорю, что, говорите, потише, спят. А у меня как раз приехали ребята, ну тут были, видите, кто. Приходил, кальмарик был, и так. Абония Игнатиев. Я, у меня на пару, руку протянул, я давно не спят, я думаю, нельзя. Что вы обманываете? Так разговаривают, грубо, так. Ну, для меня это никакой роли не играет, как разговаривают. Я думаю, я говорите, что муж это? Никак это не вы. Ну и все. Мне уже сказали, что из Москвы звонили, там я на контроле у других, которые здесь. И сказали, их надо узнать, когда они выйдут в ППР. Они не одна-то выходили, и, видимо, выходили, когда меня нет. А прибор фиксировал, что звонили с такого-то телефона. Ну и говорят, они сейчас, вы знаете, заходили. Ну, я поискал, кто заходил-то, прибор-то отметил. Я дал на них сигнал. Там, видимо, все было готово для этого. Мгновенно присоединилось примерно 14 человек. В разных местах. То есть, это такой интернет и такая цепочка, а не сразу. Как они разговаривают остались? Целонаправленное, четко и ясно. Выловить, где я говорил против патриарха, его больше ничего не интересует. Где я говорил там против епископа, где что. То есть, это самый настоящий допрос. Просто чувствуется, что это уже для них перейденная граница. Они не понимают, что старше, ему в деды годится, или в отцы. Он ничего не понимает. Ну и дальше они начали просто открыто хамить. Ну и пришлось поставить точку. В это время они разговаривают, а у меня, я откнул, она остановилась. Но они-то не выключили. И теперь что, они между собой разговаривают, а у нас идет съемка, и все, сюда снимается. А, да мы знали, это сектант, теперь точно убедились там дальше. Это чадо, если можно назвать, Данила Сысоева. Но первый вопрос задали, а как вы считаете, Данила Сысоева, там, что-то канонизация, за кого считаете? Святой мужчине. Это они сразу через это перепрыгнули, а сегодня там против Данила, и там вот этот самый Царионов-то, НТО-то, это одних. Я расшифровал, что НЛО, это неопознанный летающий объект. А НТО-то неопознанный таинственный объект, больше ничего нет. Утро они попытались снова ко мне пробиться. Пробиться, а слышимость односторонняя. Я обратно этот сигнал не даю. И что между собой они говорят, я опять все слышу, и опять все здесь. Я посоветовался, ночью молился, утро будет. Я понял, это провокатор. Я другого слова не нахожу. И они подыскали, и кто-то крепко крышует. Они рвутся на большую кровь. И кто их крышует, епископ или кто, этот человек уже запятан большой кровью. Это я никого не называю, не знаю. Но именно так, он должен только с ними связаться. Теперь вдруг, я когда сказал, с другого города, с другой области, там, священник один начинает поиск по интернету и находит, кто это говорил. Это что сегодня делает, как показывает. Показывает фотографию, стоит приятный наружность и черной бородой человек, стоит в Библии. Мне очень понравился этот новый разговор, он оказался вот такой. Но, видимо, когда там тот разговор, который они, видимо, записывали, обязательно даже. И у них там как-то, видимо, поставлено было в разных городах, или в одном городе с разных мест, голосование, как бывает, кто за Жириновского, кто за Пугачевцев. И за вас были люди, которые, и слышу, они его упрекают, ну что так разговаривают. Мы только начали говорить, там, сами хотели вопросы задать. А он начал давить, и получилось, что ничего и нет. Я опять прослушал, что есть, и снова дал сигнал проверить еще раз-то. И вначале их опять обследовали где-то. Я вышел на Кураева, сделал файл из этого, что все это отпечатал, все это заснятое, уже выставили, и поставил ему. От них сразу же, от Андрея Кураева пришел ответ. А вы разрешаете нам это опубликовать? Разговора нет. Мои материалы, которые в интернете, в книгах, никогда не спрашивайте. В Mail.ru, там в Одноклассниках меня держат, форумы, сайты, в Ютубе. Никогда не спрашивайте. Берите, печатайте, размножайте, и все. Я за этим не слежу, я делал это не для себя. Значит, материал может быть. А почему? Потому что они схватили с Андреем Кураевым до этого. Они его так обзывали, такими словами. Ну и он ответил, он будь здоров, тоже возданул их там. Я это все узнал, посмотрел, я не одобряю ни ту, ни другую сторону. Так не разговаривают. Доводы должны быть. И как бы строго ни говорилось, должна быть молитва. А где молитва, там не может быть злоба. То есть, ну, Бог погашает это все. Я увидел ни с той, ни с другой стороны этого не было. Ну, естественно, что я, когда услышал, как они ворвались в театр, я попросил Володю, он нашел и с ним связался. Он сразу же, сектанты. Там его Димитрий звать. Соренов-то. Ну, я отступился и вижу, что разговаривать никак нельзя. Они там с людей майки срывают, которые в городе там сейчас. Но рано или поздно не наткнуться на свое. Так и не бывает, что все время шло тебе. Ну, где-то рано или поздно Самсон тоже на Парласова забил. И, наконец, все кончилось. А когда это было, Игнатик? Когда это было? В прошлой ночи? А? В прошлой ночи было. Да. Вот перед этим. Вчера утром еще они продолжали разговор, а я не откликнулся. Они долго вызванивали, говорят, а что-то не отвечают. Вроде что-то с прибором сделать. И между собой разговоры, видимо, уже все ждали этот разговор. Его не будет. Они бесконтрольные совершенно. Я назвал Вадима именем хамье. И заголовком так надо. Хамье. Вот со мной говорит директор, что-то, какой-то, СМАС. С детьми занимается, Санкт-Петербург. И он задает вопросы. И через каждую минуту он задается вопросы. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович. В детстве ни разу даже никто не говорил. Савельич. Игнатий Тихонович. Она уже отвлеклась. Ну, можно отвердить друг от друга. Да говорю десятки слов, говорите. Даже мимо прошло, уже ничего не знаете. Неправильно делаете. Лежит парализован один. Его козлов фамилия Сергей. Который, я говорил, ударился головой 7 позвонков. Или 12 лет он вот так вот лежит. Он полностью принял все, что у нас есть. Его долбят со всех сторон. Он благодарит Бога. И он узнал, что мы нуждаемся в средствах. Он подготовил материал. Написал миссию 2014 года. И как-то перед открытием там фоновая заставка. Все о нас описал. А потом, когда на заставку ткнешь, там идет, где какой счет идет. Называется какие-то там деньги. В электронном варианте пересылай. А потом еще. Я сроду такого не видал. Настолько точно все выполнено. И он только запустил. И мне сообщает, поступило почти 10 тысяч уже. Понятно? Я к вам обращался. Не будет помощи. Бог даст другой стороной. А ты останешься беспилотным. Может, этому засохнет еще не будет. Мы не знаем. Но вчера вечером, вот, именно неполных там 2 дня прошло. Я не знаю, что он мыслил. Пожалуйста. И при мне одна заходит и говорит, Сергей, а куда деньги перечислить? Он с ней разговаривает. А другая, мужчина, дармавщинку нашли, дураков, пенсию отдают им. Да какое же благовестие. Ну и дальше, как говорится, свои у него мысли. И ни к чему не привязывали. Так помолимся об этом, чтобы дело, которое началось Сергей, оно было благоуспешным. Чтобы Бог выполнил, что надо. Люди есть, которые желают помочь. Пожалуйста. Слава, я здесь. Здесь вам. Начинаем. В самый конец туда садитесь, чтобы вас не видно было туда, прям дальше еще. Нет, нет, нет. А ты как хочешь. Освещает небосвод. Освещает небосвод звезд веселых хоровод. И на землю льется песня сквозь хрустальный небосвод. Творца вселенной человек был сотворен. Не был светлым он и грешным при начале всех времен. На фиг красным новым миром человек был Господин. Но запретаться от длину, смертный год отдам усилу. Песня. 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 Мы из разных стран, мы собрали караван, Чтоб к царю царей прийти, Богу славу вознести. Указует свет в омбле, царь родился на земле. Мы к царю царей придем и ему преподнесем. Мы к царю царей придем и ему преподнесем. Ладан золото и смирно, чтобы в духе кротком мирном. Царствовал он среди нас и людей от смерти спас. Царствовал он среди нас и людей от смерти спас. Царствовал он среди нас и людей от смерти спас. Собирайтесь в путь скорей, Ждет вас дивный царь царей. На паденье многих этот славь дождет. Царствовал он среди нас и людей от смерти спас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог воплотился для нас Вот что нам, братья, надо Ведь они спать в этот час Ведь они спать в этот час И помолвиты на двери Кто приглашает войти Будем же, братья, верить Радость нас ждет впереди Радость нас ждет впереди Акелина, стихотворение Свезда над миром новая зажглась На самую эфире мою вознеслась И отзаялся елка небесрод И что ж родился, радуйся на вод Аллилуйя, вы радуете Ниже птички полет, выше летит самолет Меньше воды в ручейке, больше в широкой реке Светлое солнце, лучи, темные тропки ночи Лилия тоньше груду, яблони толще в саду Тихо лески шлостят, громко у театра кричат Мелкий с водой стакан, глубже большой океан Все это Бог сотворил, нам красоту подарил Все, что вокруг Него, Бог больше всех и всего Аминь Батюшка не смог приехать? Он мне подарочки передал У нас волквы, дары забыли вручить Владимиру и Осипу Вручайте дары Золото, ладно Покажи золото, тарас, на камеру Настоящее Где Нестору передайте подарок Где еще Полинка? Передайте там, Полинке маленькой Политики, маленькие, политики Наконец-то Добавляем вместе Наконец-то Наконец-то Покажи, что это Все, по-моему, на этом крупном концерте Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Режиссёрам! Спасибо, Христос! Здорово, трогайте меня. Спасибо, Смистос, и организаторам. Пойду, дари. Мама, Акилина, иди сюда. Ну и папа. Бабушке будешь рассказывать, Бабушке? Так, у кого какие вопросы здесь? Так, пускаем людей. Так, кто не доелся, них доедайте. И вас сюда же можно доедать. Доедайте, спокойно садимся. Ася, теперь разрешение на вся. А уже не охота, все. Я не нужен больше, выхожу. Вы нам всегда нужны. Мне нужен только Витя Петеремов. Витя, зайди ко мне, пожалуйста. Муку, муку. А? Муку. Муку кто повезет, договорились? Муку. Николай, муку кто везет? Таше два мешка от людей. Я-то тебя увижу сиди не буду. Николай, ну ты один-то не таскай мешки-то, Николай. Спасибо. Кого-то жите. Вас. Я хочу. Я хочу. Спасибо.